Продолжается первенство молодежной хоккейной лиги, в котором достаточно успешно выступает команда из нашего города. В течение последней недели наши ребята провели четыре домашние встречи и добились почти стопроцентного результата. Матчи с Кишиневской платиной должны были стать хорошей разминкой перед более напряженными поединками с командой из Зеленограда. Но, похоже, настрой соперника и расслабленность Дмитровчан сыграли явно не в пользу нашей команды. В первой игре Дмитровчане легко повели со счетом 2-0. И этот счет значился на табло до начала третьего периода, в котором гости сумели забросить три шайбы, после чего назревала сенсация. Но, к чести наших ребят, они сумели сравнять счет в конце основного времени и вырвать победу в серии послематчевых буллитов. Вторая встреча началась по аналогичному сценарию. Дмитровчане легко повели в счете, но потом успокоились. Во второй 20-минутке они умудрились пропустить шайбу в большинстве. После чего игра приобрела напряженный характер. Но, к радости болельщиков, победный счет 2-1 они сумели сохранить и завоевали очередные три очка. В субботней и воскресной поединке с командой из Зеленограда болельщики ждали с нетерпением и надеялись увидеть красивую и напряженную игру. Ожидания оправдались в полной мере. Первые два периода шла увлекательная борьба и отличная игра вратарей. Поэтому забитых шайбы многочисленные болельщики, заполнившие Ледовый дворец, так и не увидели. В начале третьего периода дмитровчане все же забили. Гол на счету Павла Любавского. Кульминация матча наступила на 52-й минуте, когда игроки Зеленограда задеяли драку, за что заслуженно были удалены до конца матча. Наши ребята в течение короткого промежутка времени сумели забросить четыре шайбы, а общий итог встречи 6-1. На следующий день матч, в отличие от первой игры, начался с быстрого взятия ворот. На второй минуте Леонард Римниц забросил первую шайбу ворота соперника. Развить успех дмитровчанам удалось к середине второго периода после броска Александра Железнова. Дальше больше. На гол Ильи Макарова Зеленоградцы одну шайбу отыграли, но тут же получили в ответ гол от Павла Любавского. В свою очередь, через минуту гости забили второй раз. А за две минуты до конца периода Дмитрий Моисеев пятый раз огорчил Зеленоград. В третьем периоде Илья Макаров, оформив дубль, как и в первом матче, окончательно установил итоговый счет 6-2. После домашней серии хоккейный клуб Дмитров возглавил турнирную таблицу и готовится к выездным матчам против Клина Спортивного.